Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Надин. Я сейчас нахожусь на Пхукете, о чем хочу немножко вам рассказать. Есть видео, в котором я рассказываю просто о том, что есть интересное на Пхукете, но в этом видео я хочу вам рассказать о двух экскурсиях, на которых я побывала. Первое, о чем я хочу вам сказать. Экскурсию предлагают также ваши туроператоры, с которыми вы приезжаете по путевке. Если вы берете путевку туроператора, не едете самостоятельно, то вам обязательно гид будет предлагать экскурсии по местным достопримечательностям. Так вот, имейте в виду, что те путевки, точнее те туры, которые предлагает вам туроператор, от которого вы приехали, они будут стоить раза в два дороже. Но в чем фишка? Там все то же самое. Все равно проводят экскурсию местные гиды, конечно же, не те, которые приехали с вами из вашей страны. Поэтому все то же самое. Тот же самый транспорт, те же самые экскурсии, те же самые мероприятия, та же самая еда. Абсолютно нет никакой разницы. Разница лишь в цене. Стоимость путевки от туроператора вам обойдется раза в два дороже, чем та, которую вы возьмете на улице. Да, они будут вам, конечно же, рассказывать, что это очень опасно, и за вас никто не будет отвечать. Но на самом деле все происходит точно так же, как если бы вы поехали с вашим туроператором. Но это дело ваше решать, как вам ехать на экскурсию. Если вы боитесь и действительно лучше для вас перестраховаться, просто дабы успокоить свою душу, тогда, конечно, лучше выбрать поездку от туроператора. Но я не заметила никакой разницы. Я один раз поехала с туроператором, и второй раз я поехала, просто купив путевку, просто на улице в определенном ларьке. Здесь очень много экскурсий предлагается, но они все однотипные. У каждого турагентства на улице будет, в принципе, плюс-минус такая же экскурсия, и входит в нее практически все то же самое, что и у всех. Так вот, я побывала на двух экскурсиях. Одна из них называется «Три острова». Мы ездили на остров Майтонг, остров Рача и остров Коралл. Сначала нас привезли на остров... Сначала, как это все происходит? Вас забирают от отеля, трансфер, и везет до пристани. Там вы пересаживаетесь в скоростную лодку. Скоростная лодка – это отдельное приключение, потому что она мне напоминает, знаете, камушек, который если бросить по воде, он так прыгает. Вот то же самое где-то с этой лодкой. Она прыгает еще и как. Поэтому, кстати, эти экскурсии вообще запрещены для беременных. Так что, если вдруг у вас такое случилось, и вы чуть-чуть беременны, не стоит ехать в эту поездку, потому что действительно удары об воду довольно-таки сильные, и это может плохо закончиться для вас. Точнее, для вашего ребенка. Поэтому лучше воздержаться. Но, а в принципе, это очень весело, конечно. Главное – хорошо держаться, потому что действительно очень хорошо лупит об воду эта лодка. Ну, в общем, обязательно попробуйте, это все-таки здорово. Мы отправились на остров Майтонг. Остров Майтонг, он вообще частный, и туда не пускают. То есть на него можно высадиться, но это будет вам дорого стоить. У нас там был снорклинг. Что такое снорклинг? Это когда вы плаваете просто с маской, не ныряя. Не дайвинг, да, когда вы глубоко погружаетесь в воду, а просто вы плаваете с маской и смотрите на рыбок и на всю живность, которая там есть. Было все хорошо, пока туда не погрузились туристы с трех кораблей, поскольку рыбки все уплыли, как только туда загрузились все эти туристы. Но, тем не менее, поплавать было интересно. Потом у нас еще был снорклинг на острове Рача, и там вот уже было поинтереснее. Там действительно было много рыбок красивых, много всякой живности, кораллы. В общем, здорово, мне понравилось. После острова Майтонг мы поехали на остров Коралл. Которые так называются, все просто на самом деле, они называют свои острова ассоциативно, то есть с чем ассоциируется этот остров. Если на острове растет много банановых пальм, он называется Банана Айленд. Если на острове много кораллов, значит, он называется Коралл. Все просто. Некоторые острова они, конечно, называют там в честь кого-нибудь. Вот как, например, остров Рача, он назван в честь одной женщины. Его называют Рая, остров Рая, остров Рача. В принципе, это одно и то же. На острове Коралл, что примечательного, там очень красивый песок. Он белоснежный, он на самом деле похож на какую-то пудру. Там очень много кораллов, которые крошатся, видимо, и получается такой белоснежный песок. Очень голубая вода. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Что меня разочаровало на этом острове, ну, собственно, как и во многих местах, это наличие мусора. К сожалению, к сожалению, мусора действительно много, хотя на улицах Пхукета каждое утро убирают. И надо сказать, что довольно-таки чисто. Но вечером такой запах на центральных улицах. Камера этого не передает, но это неприятно. И мне кажется, что везде пахнет дурианом. Я не знаю, может, это и так и есть. Но он смешивается, конечно, с запахом мусора. И на центральных улицах я очень рада, что я живу не на Потомге, потому что там вообще просто насчет запаха, сколько мы не ехали, мне кажется, там везде этот запах есть. Да, так вот, на острове Коралл тоже есть мусор, и он как-то так весь собран в конце пляжа, с одной и с другой стороны. Да, центральная часть, она довольно-таки чистенькая, потому что там туристы. Ну, да, все убирают. У них все, в принципе, чистые уборные, и все в этом плане все хорошо. Но мусор кое-где накапливается. А может быть, просто туристы, которые приезжают и уходят туда в глубь острова, оставляют за собой, к сожалению, этот мусор. Еще очень разочаровало то, что вот только славянские люди, я не знаю, там это русские или украинцы, ну, в славянской внешности, позволяют себе делать то, что здесь вообще запрещено. Ну, например, на пляжах Таиланда запрещено курить. Есть для этого специально отведенные места. И там все оборудовано для того, чтобы человек покурил. Но почему-то наши люди умудряются это сделать на пляже. Я была еще на экскурсии, на которой мы смотрели на обезьян, и один мужчина меня просто поверг в шок, потому что он кормил обезьяну, а в другой руке у него была сигарета, и здесь куча людей. Это было, ну, во-первых, ужасно некрасиво. Я даже не знаю, как это назвать. Это настолько, как это, это неуважение к людям, и, не знаю, похабное поведение какое-то. Вот. Здесь все продумано. То есть вы можете, если вы такой заядлый курильщик, вы можете покурить в том месте, где для этого специально созданы условия, и не мешать другим людям. Это, мне кажется, несложно. Просто нужно иметь все-таки совесть. Вы же не одни отдыхайте. Так вот. Но, тем не менее, все равно там очень красиво, и цвет воды, конечно, завораживает. Цвет песка тоже. Мы были на острове, пробыли на этом острове почти полтора часа. Кстати, хочу сказать такую штуку, что есть много экскурсий на острова, например, вот Семиланские острова, но там намного больше людей. Но, кстати, острова по картинкам, вот, фотографировали мои знакомые, и фотографировала я. Ну, разницы, я вам скажу, нет большой. На самом деле, таких островов очень много. Да, они все красивые, и на многих белоснежный такой песок. Но они не так далеко находятся, чем Семиланские острова. Туда очень долго ехать. И пожарея, когда вы едете только 4 часа до этого места, ну, это тяжеловато, конечно. И потом, да, есть еще экскурсия 11 островов. Но на самом деле, скажу вам так, никаких 11 островов там нет. Потому что это просто такой маркетинговый ход. Здесь каждый называет свои экскурсии так, как хочет, потому что, чтобы привлечь просто больше туристов. Ну, может быть, вы насчитаете островов 7, 8, ну, 9, может быть, максимум. Но для того, чтобы вас привлечь, чтобы вы купили путевку именно в этом ларьке туристическом, они будут называть как угодно. Хоть 32 острова, хоть Галопом по островам. Некоторые острова вам будут просто показывать, вот мы проезжаем такой-то остров, вы можете обратить внимание, с правой стороны у нас такой-то остров, с левой стороны у нас такой-то остров. Слушайте, я с вами разговариваю, тут побежал бы ранчик такой маленький. Я надеюсь, ты меня не добежит. В общем, живности здесь, конечно, много всякой. Я, конечно, очень люблю за ними наблюдать со стороны, но не хотелось бы, чтобы знакомиться очень близко. Да, так вот. На этом острове Коралл мы пообедали. Обед был довольно-таки вкусный. На каждый обед дают фрукты. Здесь, конечно, такое море фруктов. Море-море и море фруктов. И, конечно, здесь надо наедаться этими всеми фруктами. Здесь очень вкусные ананасы, очень вкусные арбузы, очень вкусные манго. В общем, это рай для любителей фруктов, таких как я, например. Я очень люблю фрукты. После обеда у нас было свободное время, и мы на острове находились практически полтора часа. В сравнении на Симиланских островах все настолько быстро, и вам нужно успеть во много мест сразу. Вы, ну, люди жалуются на то, что они не успевают пофотографироваться и отдохнуть. Тут либо вы фотографируетесь, либо вы плаваете и отдыхаете. Я успела сделать все за полтора часа, вместе с тем, что еще и покушать. И потом мы отправились на остров Рача. Остров Рача мне показался из этих самым красивым. Во-первых, там несколько есть бухт, в одной из них мы купались, а другая была закрыта, как нам сказали, она вообще закрыта для посещения, но тем не менее, пройти туда можно. Первый раз я... Первый раз мы немножко заблудились, и пошли не туда, столкнулись с колючей проволокой. Конечно, очень хотелось бы проболзти под этой колючей проволокой, но мне не дали. Но я не сдаюсь, поэтому мы пошли в другую сторону и вышли на, в принципе, большую дорогу и добрались с полным комфортом, без всяких проволок, без ничего, добрались до этой бухты. Там, конечно, открывается нереальная красота и тоже вот этот белоснежный песок и очень много кораллов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, наверное, знаете, те люди, которые очень часто ездят и уезжают на зимовки куда-то в тёплые края, для них это, наверное, очень обычно. У меня на самом деле просто море восторга. Нет слов, потому что я действительно счастлива, что я сюда попала ещё и зимой. И впитала вот это солнышко, которое здесь просто постоянно. У нас за все эти дни ни разу не было плохой погоды, ну, потому что это январь. Говорят, самое лучшее время здесь в Таиланде это январь-февраль, потому что ещё не так жарко, ну, как может быть здесь. Потому что в апреле здесь очень жарко, здесь почти 40 и выше градусов. И с мая месяца начинается сезон дождей. Сейчас нет дождей, не так жарко. Днём, конечно, жарко. Я, честно говоря, никуда стараюсь не высовываться, ну, если бы не экскурсии. Но, тем не менее, кстати, на экскурсиях тоже о вас думают. И везде есть тень, то есть вы не находитесь на палящем солнце постоянно. И это огромный плюс всем гидам. То есть находиться на экскурсии тоже комфортно. Потом все автобусы с кондиционерами, поэтому ваше путешествие абсолютно комфортное. Так что там жара так не ощущается. Субтитры сделал DimaTorzok